МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 120 гимнастов в спортивной школе Олимпийского резерва номер один стартовал Кубок Победы. В Нижнем Тагиле приводят в порядок кладбище. Территории начали очищать еще пять дней назад. В Радоницу многие тагильчане посетили могилы близких, где прибирались и выносили мусор на свалки. А сегодня утром за дело взялись работники подрядной организации. На центральном кладбище вновь появилась спецтехника. Однако ввиду большого количества посетителей уборка затянулась. Люди оставляют машины, а это мешает работе погрузчика и грузовиков. Уборка территории кладбищ также производится с субботы. Вывозится в день от 250 до 300 кубов мусора. На данный момент также работы продолжаются и мусор вывозится. В общем, техники задействовала, если на общих кладбищах возьмем все, то порядка пяти погрузчиков и десяти грузовых машин. Народу также привлезено получается около семи человек на каждое кладбище. Также к Дню Победы на центральном кладбище готовят мемориал. Территорию уже очистили от мусора. Сегодня обновили стершиеся надписи и отмыли от разводов гранит. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она стала крупнейшей в истории радиационной техногенной катастрофой. В память о тех событиях того дня традиционный митинг состоялся в сквере за Дворцом культуры Юбилейный. Его организовало управление социальных программ и семейной политики администрации города. Подробнее расскажет Алексей Алексеев. У памятника тагильчанам, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, собрались ветераны тех событий, вдовы погибших от воздействия радиации. Сюда пригласили пострадавших в результате аварии на химическом комбинате «Маяк» в Челябинской области и бывших жителей Семипалатинска, где проводились ядерные испытания. Очень приятно сегодня сказать слова благодарности вам за то, что вы сделали 37 лет назад. А вам, дорогие мои, мне бы хотелось сегодня пожелать от имени главы города, конечно же, здоровья. Живите дольше, потому что вы – это живая память. Спасибо вам огромное. На митинге вспомнили. 474 тагильчанина были призваны для участия в ликвидации чернобыльской аварии. Сегодня их остается 251 человек. 119 имеют инвалидность 1, 2 и 3 групп. Память ушедших из жизни почтили минуты молчания. К мероприятию присоединились ученики школы номер 33, 50 и 71. Школьники и артисты выступили перед собравшимися со своими номерами. Как символ памяти в воздух смыли воздушные шары. Сегодня мы собирались по поводу 37-й годовщины со дня аварии на ЧАЭС. А 26 апреля отмечается как день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Ну, а в целом настроение ликвидаторов видите. Тут я вот что могу сказать. Ближе к 80-й годам. Ну, нос не вешает. Завершился митинг возложением к памятному камню цветов и зажением опоминальных свечей. Три автомобиля столкнулись накануне вечером возле дома по адресу Газетная, 23. Пострадали две девочки в возрасте 4 месяцев и 4 лет. Они перевозились без нарушений с помощью детских удерживающих устройств. Это помогло избежать получения тяжелых повреждений. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «Опель», дети 2018 и 2022 года рождения получили травмы, доставленные бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу города Нижний Тагил. Проведен осмотр места происшествия и транспортных средств. Водители освидетельствованы на состояние опьянения все трезвы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания. Hyundai Solaris, двигавшийся по Серова в сторону Красноармейска, врезался в поворачивающий направо «Шкоду Корок». От удара «Шкоду» отбросила на выезжающий с прилегающей территории «Опель Корса». За рулем «Хенде» и «Опеля» находились женщины 34 и 27 лет. «Шкода» управлял 39-летний мужчина. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также боковой интервал. Деятельность добровольно-пожарной охраны на территории муниципалитета рассмотрела на очередном заседании постоянная комиссия по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской городской думы. По информации администрации города, в сельских населенных пунктах действует 11 добровольных дружин общей численностью 50 человек. ДПД осуществляет следующую деятельность по предупреждению ликвидации пожаров в районе своей дислокации. Патрулирование подведомственной территории в весенне-летний пожароопасный период, несение дежурства в период действия особо противопожарного режима, участие в тушении пожаров и проведении уровней спасательных работ, участие в устройстве ремонта и обслуживании восточных противопожарных В 2022 году добровольцы обучили мерам пожарной безопасности 2,5 тысячи человек для осуществления деятельности дружины, обеспеченной одним автомобилем, пожарными модулями СПАС, мото-момпами, огнетушителями, баграми, лопатами, ведрами. Организовано взаимодействие с профессиональными пожарными. Из бюджета Нижнего Тагила для поддержки добровольцев было выделено 600 тысяч рублей в 2022 году, 900 тысяч рублей на 2023 год. За участие в деятельности добровольно пожарный получал в прошлом году денежное вознаграждение в среднем размере 743 рубля ежемесячно. Ставится вопрос о его увеличении. Комиссия приняла решение обратиться к главе города с предложением изыскать дополнительно 100 тысяч рублей на компенсацию личных затрат на жилищно-коммунальные услуги. Вступили в ряды юноармейцы. В движение пополнили учащийся школ номер 7, 25, 32, 36, 45 и 56. Школьники поклялись быть преданными Отечеству и юноармейскому братству. Торжественное мероприятие прошло в городском дворце молодежи. С марша и гимна России начался слет тагильских юноармейцев. В этом году их ряды пополнили 58 новобранцев из шести школ города. Мы, вступая в ряды юноармей, перед лицом своих товарищей торжественно клянемся всегда быть верным своему Отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! И отрадно то, что все-таки ряды наших юноармейцев, спасительников, наших военно-процентрических клубов, оно, скажем, днем растет. Ведь сегодня будущее нашей с вами великой страны, оно в вашей руках. Знать историю своей страны, знать историю своего города, области, это, наверное, тоже судьи не маловарно. А самое главное, надо уметь гордиться, гордиться той страной, где мы с вами живем. Поздравили молодых патриотов и раздали красные береты ветераны войск специального назначения. И я очень рад, что подрастает такая смена, которая будет защищать интересы нашей Родины, будет отстаивать ее интересы, и в этой стране наши граждане будут жить и работать, трудиться в мирное время. Юноармейский отряд 45-й школы состоит из 8 человек. С 5-го класса они участвуют в военно-патриотических мероприятиях. Вахты памяти, городская игра «Зарница», конкурсы и акции патриотической направленности. Мы патриоты своей страны, мы обожаем и любим нашу Родину. Мы всегда готовы прийти к ней на помощь в любой непонятной и трудной для нее ситуации, вот как сейчас. Вновь пополнившим движение юноармейцам свои навыки и знания продемонстрировали более старшие товарищи из гимназии номер 18 и 56-й школы. За достигнутые успехи отряду 18-й гимназии вручили подарочный сертификат на посещение музея военной техники в Верхней Пышме. Торжественное мероприятие закончилось песней «Березы» в исполнении солистов городского дворца молодежи. Слышать, осезать, чувствовать ароматы, но не видеть. Нижнетагельский колледж искус представил премьеру постановки «Сказки с закрытыми глазами». Первыми погрузились в среду звуковых спецэффектов и ароматов учащиеся школы искусств и студенты колледжа. «Ты чего кричишь?» – спросила, подлетев, утка. «Перебраться бы надо!» – сказал ежик. И утка подставила ему свою спину и перевезла на другой берег. «Спасибо, утка!» – сказал ежик. Здесь нет ни кулис, ни декораций. Цвета тоже минимум. Да он и не нужен. Зрители премьеры, если можно их так назвать, а точнее слушатели и осезатели, сидят с повязками на глазах. Сказки о приключениях ежика они видят только в своем воображении. Актеры, в свою очередь, стараются, чтобы эта картинка была яркой и детальной. «Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушиться». Этот проект так и называется «Сказки с закрытыми глазами». «Это вот все эти действия, которые мы совершали. То есть получается, прочтение, да, мы берем из души. Это тоже яркое. Но самое интересное, это когда вот эти звуки, эти шорохи, когда баночки ударяются. Мне кажется, в реальности это звучит намного интереснее, чем в аудиодорожке. И тактильные ощущения, и прикосновения, и звуки, и запахи, и дуновение ветерка можно ощутить, и снежок. Это больше относится к жанру иммерсивного спектакля. Необычный проект, где заняты студенты разных отделений. То есть у нас есть теоретическое отделение, это музыковеды, композиторы будущие, да, они написали музыку к сказкам. Дальше мы с ними их разбирали по сценической речи, как их правильно прочитать, подбирали голоса персонажа». Своего часа сказки с закрытыми глазами ждали долго. Еще в 2020-м Ольга Когородова получила стипендию Союза композиторов Свердловской области. Но случилась пандемия и коррективы. Теперь в спектакле участвуют студенты колледжа разных отделений и разных курсов. «Сложность заключалась в том, что, конечно, они работали с настоящим режиссером. Это впервые в жизни для них, это колоссальный опыт, новый, невероятный. Когда надо было сходу, сразу, во время репетиции, Наталья Владимировна кричит «Так, давайте что-нибудь веселое». И, значит, композиторы сразу «Так, да, давайте думаем, что-то новенькое, веселое». Вот, удалось поработать. Нам показалось, что достаточно успешно музыка прозвучала, подчеркивая состояние, да. То есть мы постарались привлечь различные инструменты, которыми богат наш колледж». А интересно, думал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горы, чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, как там. У меня роль быть медвежонкой, наверное, основная. И уже в самом финале предстать в качестве ежика. Кто рассказывает сказку, тот и ежик. Спектакли камерные, зрителей немного. И от этого вовлеченность еще больше. Гостями премьеры стали студенты колледжа и ученики школы искусств. «Это интересно, не смотреть спектакль, а слушать спектакль». «Классно». «Ощущения неподражаемые. Ты можешь представить его, представить чувства, картину. И как это все происходит. Это великолепно». «Изображение. Сразу картина рисуется». «Такая, как будто с закрытыми глазами. Ты чувствуешь, что все происходит. Ты себе это представляешь. В голове. И ты это чувствуешь, что там происходит. Когда комарики зазвенели, вот хотелось, да, вот так вот прочитаться, да? Да, да. Такое ощущение, что они реально летают». Попасть на сказки с закрытыми глазами можно будет 16 и 23 мая. Но необходима регистрация на спектакль в группе ВКонтакте Нижнетагильского колледжа искусств. Кубок Победы стартовал в спортивной школе Олимпийского резерва номер один. На областные соревнования по спортивной гимнастике собрались более 120 участников. Трехдневные турниры в этом году юбилейны, проводятся в 40-й раз. «Замечательно, что несколько муниципальных образований представили свои команды на 40-х областных соревнованиях по спортивной гимнастике. Хочется пожелать вам, чтобы вы проявили характер, волю, продемонстрировали свое мастерство». «Этот турнир юбилейный у нас. И мы постоянно его проводим в мае, к дню Победы. И на нем выступали олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Поэтому это как стартовая площадка в будущее». Своё мастерство за три дня продемонстрируют 52 юноши и 73 девушки. Вчера в спортшколе Олимпийского резерва номер один состоялось лишь открытие, а уже сегодня командное первенство. Выступают мастера спорта, КМС, спортсмены с первым и вторым разрядами. Самым маленьким участникам 10 лет. Опорный прыжок, вольные упражнения, соревнования на кольцах, брусьях и перекладине. Все площадки работают параллельно. Между выступлениями у спортсменов трехминутные разминки, чтобы привыкнуть к снарядам, опробовать их. Тимофей Крутиков занимается спортивной гимнастикой уже 8 лет. И к этим соревнованиям готовился серьезно. Ежедневно, говорит, у него было по две тренировки. Утром 2,5 часа и вечером еще три. Цель у Тимофея – стать кандидатом в мастера спорта. «Я сделал уже три снаряда. Прыжок, брусья, перекладина. Прыжок достаточно хорошо сделал. Брусья тоже, а перекладина упала». Упорно готовился к соревнованиям Евгений Пашкин – член сборной команды России по спортивной гимнастике. Сегодня он сдает зачет за две команды – Екатеринбург и Пензу. «В детстве был очень активным ребенком», – рассказывает спортсмен. «Не знали родители, куда деть его энергию. И отдали в спортивную гимнастику в три года». Вот так из гиперактивного малыша вырос настоящий чемпион международного уровня. В 19 лет Евгений Пашкин – бронзовый призер Кубка России 2022 года. У него семь золотых и одна серебряная медаль международных соревнований. Выступлением в целом доволен. Сделан неполную сложность, неполную базу. Но хотелось просто показать хотя бы какие-то элементы возможные, которые могу показать. В командном мужском многоборье на первое место вышла спортивная школа «Локомотив». Второе место взяла Федерация спортивной гимнастики Свердловской области. А третье место у нашей первой спортшколы Олимпийского резерва. В целом ребята выступают неплохо по мере своей подготовленности. Есть ребята, которые выполняют не сильно сложные комбинации. Соответственно, у них, конечно же, оттеночки пониже. Есть ребята, которые выступают с хорошими комбинациями, достойными. Но эти ребята в основном участники Веренства России, соревнований Уральского федерального округа. Впереди еще два дня соревнований. Завтра будет уже личное многоборье. В пятницу финал, где восемь лучших спортсменов будут бороться за первое место. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Гость в студии – начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева. Не переключайтесь.